Давайте начинать. Все опоздывающие будут теперь по большому кругу ходить. Но мы их всех встречаем, так что все окей будет. Меня зовут Вероника, представляю отдел персонала компании TheSystems, в гостях, в которых вы сегодня находитесь. Я немножко расскажу о компании, расскажу, что вас в 9 часов ждет после мероприятия. Соответственно, буквально на пару минут. Мы являемся частью немецкой компании Deutsche Telekom, и, соответственно, мы подразделяем TheSystems. TheSystems занимается разработкой программного обеспечения в ауссорсинге. Все наши заказчики – это западные заказчики. Делаем внутренние проекты для Deutsche Telekom, то есть блок телекоммуникационных проектов. И также у нас есть внешние заказчики. Здесь мы сильно по сфере не ограничиваемся, начинают фармацевтики, заканчивая автомобильными концернами, такими как Mercedes, Volkswagen и так далее. В России у нас три филиала. Это Воронеж, Санкт-Петербург и Москва. Здесь в Санкт-Петербурге основной штат сотрудников. Здесь у нас в этом офисе, в этом бизнес-центре более чем 1100 человек. В Воронеже наш второй производственный центр, там больше 150 человек. В Москве у нас также есть офис, но скорее административный характер наш. И буквально там несколько человек из проектов, которые любят Москву и ни в какую не могут переехать из нее. Соответственно, мы трудоустраиваем их в Москву. А так мы, соответственно, ведем в России больше 120 проектов. Они все очень различные. Сейчас перечислять не буду. 120 проектов и просто по всему различные. И по методологиям, и количеству людей, и так далее. Ну, соответственно, это можно информацию в интернете найти. Тогда вам удачи. Рады вас видеть. Спасибо большое. Здравствуйте. Меня зовут Гончик. Я, наверное, на данный момент, полусто, являюсь лидером АУГа, Атласный юзер-групп в Петербурге. Я, видимо, я тот человек, который случайно нажал кнопку «became a leader», потому что я не видел никаких АУГов в Петербурге. Я был в Москве раза два. Подумал, почему не можем в Петербурге сделать? Но я хотел бы в Петербурге это делать более хардкорные, более технически подкованные доклады. Но как я получил фидбэк, мне сказали, что нужно начинать с маленьких шажков и потихоньку-потихоньку лучше и лучше становиться. Поэтому завтра день космонавтики. В связи с этим мы начали с черестерни звездам потихоньку, шаг за шагом лучше и лучше становиться. Поэтому поехали! Поприветствуем Юлию Атлыкину. Привет. Вам что-нибудь слышно, что я говорю? Я тут вроде бы не кричала вчера, но голос где-то сорвала. В общем, да. Первый докладик хочу сделать такой больше про то, как вообще приоритизировать задачи, как это можно в джире поудобнее делать. Наверняка для многих из вас тут все будут такие знакомые, понятные слова. Но, в общем, хотелось бы про это поговорить. Да, меня Юлия зовут, я работаю в компании LambWorks. Наш основной продукт – это плагин для джиры Structure. Я уже вижу тут наших пользователей среди присутствующих. Поднимите руки, кто знает, что это такое Structure. Классно. Спасибо. Может быть, вам будет интересно про некоторые новости. Я расскажу в конце. До конца. Так. Ну что, начнем с того, что такое приоритизация вообще. Вот это на самом деле скриншотик рабочего места человека в Роскосмосе. Ну, то есть, когда вы смотрите на свой саппорт, у кого там по 9 мониторчиков, это еще не предел. Бывает, когда у людей побольше всякого. Ну, соответственно, людям нужно как-то понимать, чем вообще заниматься, на какой из этих мониторчиков смотреть. Всего так много. Сколько задач у вас в бэклогах? Кто-нибудь скажет? Какие-то, конечно. Ого-го. Отлично. Ну, это тысячи, это десятки тысяч, так? Десятки. Десятки. Хорошо. И вот у вас это десятки тысяч, и надо как-то из них что-то выбрать. Как же? Что же делать? Как же быть? Ну, многие из вас скажут, у нас есть волшебный человек, он все поправит. Ну, например, там, продакт-облер, человек, который отвечает за требования, он там все правильно расставляет, мы только берем сверху. Ну, для него все это как-то вот так выглядит. Подходит он к этой доске с десятью, там, и больше тысячами задач. И для него они все, в общем, ну, могут быть разноцветные, конечно, в лучшем случае, но и то, в общем, не всегда. Конечно, туду-лист часто выглядит, типа, просто, ну, надо сделать все. Я думаю, это знакомо, да? Как бы у вас куча всякого, все надо сделать прямо сейчас. И, ну, да, нет, знакомо? Вот уже вижу, что кивают. Давайте, отвечайте мне что-нибудь. Хорошо. Кто-нибудь знает такую мнемонику для приоритизации, которая называется «Мосхоу»? Сижу, какие-то такие слабые реакции еще. Ну, ладно. Да, на самом деле, на слайдике тут она представлена. Что это такое? Ну, что такое мнемоника само по себе? Какое-то слово, какой-то шифр какой-то, с помощью которого мы можем, ну, легко что-то запомнить. Ну, например, «Мосхоу» — это такая мнемоника для приоритизации, соответственно, «М» — то, что мы делаем первым. Это то, что мы обязательно должны сделать, да, это «Масхоу». Следующее — это «С» — это «Should have», да, то, что надо было бы сделать, если можем. Дальше — это «Could have», то, что, ну, можно было бы и сделать, если это ничего больше не поломает. И последнее — это «Loud like». Ну, нам надо бы это сделать, это очень хорошие штуки, но сейчас мы точно это доставлять не будем. Вот какая-то такая простое правило для того, чтобы приоритизировать в самом простом виде свои задачки. Собственно, частая штука, которой пользуются продукт-домеры и прочие люди, которые заняты приоритизацией ваклонов. Но с этим есть одна проблема. Кто решает, что надо, а что не надо? Насколько это четкая метрика? Как вы думаете? Все зависит от количества задач по справке. Зависит от количества задач, да? Когда у тебя десятки тысяч, сложно понять, что из этого реально «must have» и где-то та грань между «must» и «shut». Хорошо, что еще? Ну, в мире, да, оценивается людей. Какой-то конкретный человек оценивает. Это может быть, ну, такая вообще субъективная оценка. Да, может быть, непонятно. Для одного без этого прям вообще никак нельзя. Чаще команда работает на «must». Ну, у кого как. Ну, да, если команда тут еще попроще, ну, это какое-то средневзвешенное, получается, число. Если это один человек, то это может быть, ну, достаточно чрезвычайно, что остальные не согласны, и там мы начинаем спорить, и все такое. Ну, то есть, штука, которая может нам помочь, но, в принципе, она, ну, помешать, может быть, тоже может, может, но, в общем, по-разному. А с такой приоритизацией когда-нибудь сталкивались? Конечно. Ну, знаете, голосом. Вот у меня сегодня шансов нет с моим осипшим. Называется «трэш-угар». «Трэш-угар», отличное, да, название. В общем, да, проблема, когда у вас просто первыми ставятся те задачи, за которые, ну, кто-то, вы знаете, громче проголосовал или правильному человеку сказал, что эту задачу надо обязательно сделать. Бывало такое у вас? Нет. Нет? Ну, ладно, почти все кивнули. Будем считать, что это был с Акадом. Хорошо. Ну, то есть, как-то не очень в такой, в таком жить ракурсе сложновато. А кто-нибудь знает, что такое с Кейл Даджайвом? Три руки. Ну, три руки, да. Что такое скам? Знаете? Тоже не туда. Туда. Ну, некий фреймворк, да, то есть набор каких-то техник, с помощью которых мы можем, ну, там, эффективно делать свой софт или что-то еще, то есть организовывать свои процессы. С Кейл Даджайв – это, в принципе, тот же самый там скрам, только с помощью специальных техник, опять же, масштабируемый на большие организации. То есть, по-хорошему, они говорят, ну, то есть, есть прям компания, которая называется С Кейл Даджайв, и они придумали методологию, они придумали фреймворк, набор практик для того, чтобы большие компании тоже могли быть эффективными, клевыми и более быстрыми, чем, в общем, бывают большие компании. Вот. И одна из штук, которой они очень гордятся, я на самом деле не уверена, что реально они ее придумали, но они очень гордятся. Она называется VSGF – это Waved Shortest Job First. Это некая метрика, которая нам помогает выбирать, приоритизировать задачки. Но что здесь появляется? Появляется формула. Ну, мы же любим числа, да, тут все такие более технори, наверное. Да? Нет? Творческие люди. Творческие люди. Хорошо. А творческие люди любят формулы. Ну, они бывают красивыми. Вот. Соответственно, зачем нам эта формула нужна? Идея, на самом деле, достаточно проста. Мы первыми делаем те задачи, которые нам приносят, ну, нашим пользователям, но при этом мы можем сделать их быстро. Ну, вроде ничего такого, да? И они придумали, ну, может быть, они придумали клевую формулу. Что именно значит, ну, как так посчитать, чтобы какая-то задачка много счастья нам принесла, но и не очень много времени отобрала. Да, вообще, на самом деле, тут формула, может быть, совсем простой. То есть, стоимость того, что мы, сколько нам будет стоить, не сделать какую-то задачу, делим на то, сколько мы затратим, на то, чтобы ее сделать. Да? То есть, стоимость простая. Как сильно наши пользователи опечалятся, если мы им что-то не отдадим, как быстро они уйдут к другим нашим документам и так далее. И вот этот Cost of Delay тоже состоит из, в общем, дополнительных параметров. Это оценка от пользователей, насколько нужны какие-то штуки для наших пользователей, насколько мы зажаты в рамки по времени, насколько важно это сделать побыстрее, ну, и что будет, если мы, собственно, не сделаем. Начинаем, да, мы высчитываем вот этот параметр и начинаем с самого высокого. Да, еще есть картиночка на этот же счет, так, чтобы вас немножко попугать и визуально показать, что это такое значит. У них есть несколько задачек, тут один, два и три, ну, тут проекты, ладно, давайте про проекты говорить. У них есть какая-то вот duration, это типа длительность, сколько я задачку буду делать, да, а Cost of Delay – это сколько мне будет стоить, грубо говоря, если я не сделаю эту задачку. Как думаете, ну, видно, да, что произошло? Если я начну с той задачки, которую я могу сделать быстренько, но она при этом много счастья принесет, то у меня вот этот черный пропавший, что это за фигура, не треугольный, что-то другое, ну, он маленький, да, он поменьше, чем если я начну с самой длинной и не очень-то нужной задачи. Ну, как-то так. Вот, собственно, как это работает. Я вижу, кто все шурупается, может быть, вы что-нибудь спросите меня. У меня вопрос. Давай. А, значит, а как я могу определить финансово составляющую эту задачу? Отлично, я очень узнала, когда же кто-нибудь спросит, ну, окей, там мы проставляли must-have, should-have из своих каких-то соображений, а кто тут, чьи это соображения, откуда эти числа-то берутся? Монагер? Ну, на самом деле, да. То есть мы просто понадобавляли побольше переменных, да, выстроили формулу, но числа все равно ставит какой-то, ну, в общем, конкретный человек, и единицы, в которых он это измеряет, это тоже какие-то абстрактные единицы. Ну, то есть, вроде бы стало круто, появилась формула, но она тоже какая-то абстрактная. Тут мелкий текст, но я надеюсь, что мы потом выложим уже, да, слайдики, и можно будет прочитать. Ну, в общем, мы в Ellenworks, конечно, не ищем простых путей. Мы посмотрели на эту прекрасную формулу, решили, ну, а что, во-первых, кроме этих параметров, могут еще всякие штуки действовать. Давайте подумаем, что на наши задачи может влиять. И мы видим еще дополнительные всякие параметры. Мы оцениваем для каждой задачки цену, то есть как долго нам эту задачку делать. И видите, у нас сразу есть значение для этого параметра, типа что-то низкая стоимость, это что-то, что делать там два дня или меньше, средненькое, то, на что уходит спринт, например, и высокая стоимость, это что-то, что мы делаем дольше, чем спринт. У нас есть параметр бенефит, это сколько счастья мы приносим пользователям нашим, насколько эта штука может привлечь к нам новых каких-то пользователей. В этом году тоже есть критерии, что значит, если у нас высокий бенефит, что значит, если средний, низкий, и у него совсем нет. У нас есть параметр боль, это насколько будет больно нашим пользователям, если нет, штука не получит. Конечно, как вы понимаете, чаще всего мы проставляем этот параметр для багов, насколько им больно от того, что какую-то штуку мы поставили, они плачут или так просто расстроились чуть-чуть. Также у нас есть параметр импакт, насколько много пользователей мы затрагиваем этой проблемой, как много пользователей пострадало из-за нас, ну или из-за отсутствия какой-то задачи, которую мы, в общем, еще не сделали. У нас есть параметр риск, насколько, в общем, рискованно делать эту задачку, может быть, есть вероятность, что эта задачка использует еще кучу всего в остальных областях нашего приложения. У нас есть параметр clarity, насколько понятно, что делать. В общем, соответственно, если clarity high, значит, в нашей команде все понимают, что делать. Может быть, мы даже на вики что-то написали, что делать. Если стоит medium, значит, есть хотя бы один человек, который знает, что делать, может всем остальным рассказать. Соответственно, если low, значит, ни у кого нет, ну, полной картины, что именно делать. И еще у нас есть параметр marketability. Насколько мы можем эту фичу продавать, рекламировать ее в наших материалах. Ну, тут, соответственно, все так же. Если это высокая, там, high, значит, это клевая штука, которую мы можем, ну, рекламировать, которая что-то дополнительных людей к нам приведет к нашему продукту. Если это что-то средненькое, то это, ну, клевая штука. Мы можем про нее рассказать, ну, какого-нибудь такого вау-эффекта, ну, вряд ли. Никто не будет, наверное, писать. Ну, если это низкая marketability, значит, ну, особо как-то и рассказать-то не о чем по этой штуке. Вот. Много параметров. Поганов. А если, возможно, это история в тех командах, которые оценивают в Стреликоне? То есть, если будет цена работа, думать, что мы это все в Стреликоне, а не в свой часаковой. Я думаю, вполне. Параметры. Ну, это просто, да, в каких-то таких единичках. То есть, они ничего не нравятся. Ну, на самом деле, здесь оценка очень похожа на, ну, знаете, в Стреликоне часто оценивают в футболочках, там, в попугайчиках. Вот это примерно то, что футболочки значит. То есть, типа, большая задачка – это, там, футболочка, элька, средненькая – это, ну, такой, medium. Или, там, маленькая футболочка, small size. Что-то такого, вот такого духа. Примерно оттуда пошло. Может, еще какие-нибудь вопросы? А вы их дальше как-то обидели, про формулы, типа, а? Да, про формулы я вам не хочу дальше рассказать. Есть здесь люди, наверняка, кто знает, что такое скрипт ранен, да? Я вижу, что все забывались. Вот это скрипт с мелким шрифтиком, который рассчитывает эту прекрасную формулу. Но, на самом деле, самое интересное тут происходит уже, где формула, да? То есть, мы в верхнюю часть запихиваем тот бенефит, который получаем от задачки, запихиваем, складываем туда боль, который наши пользователи, в общем, чувствуют на себе, от того, что мы эту штуку им не дали, не сделали для них. Туда же добавляем еще возможность порекламировать. И все это дело умножаем на количество пользователей, которых мы, на которых мы влияем, да? Которых мы эффектив отсутствием, или присутствием этого бага, или отсутствием этой задачи, этой функциональности. И все это дело делим, конечно, на цену, на риски и на ясность того, что нужно делать, да? Ну, с ясностью понятно. Ясность легко превращается в риск. Если никто не знает, что делать, ну, значит, риски велики, что мы ничего не делаем. Да? Как-то так. Ну, вот такой забористый текст. Конечно, все это сложновато. И самое главное, ну, кто знаком со скриптранером, все это может делать, ну, только админ. Да, вряд ли ваши пользователи, какой-нибудь там project-менеджер пойдет в админку джера и начнет там фигачить скрипты на друле. Согласны? Ну, что-то такое маловероятное событие. Наверняка такие есть люди, но я их не знаю. Вот. Ага. А сколько задач, которые вы берете в среднем работе по этой форме? То есть, у вас есть специально цифровки, и больше одного не берем? Мы, на самом деле, просто сортируем по этому числу и берем сверху, ну, сколько получились, сколько обычно выходит задач на спринт. Не задач на спринт, а число, это самое большое, да, которое получается. Вот в последнем спринте самое высокое было 242, что ли, значение. Один. Ну, да, да. Она маленькая, по-моему, 14, там, умолчание получается. Что такое? Ну, то есть, если она совсем никому не нужна, зачем ее вообще записывать? То есть, если хотя бы, хотя бы чуть-чуть кого-то она, ну, как-то затрагивает, хотя бы кому-то делает больно, значит, ее надо делать. Если совсем никому и никак, то... Ну, и ладно. Как-то так. Ответил один? Да. Вот. В общем, да, подумали, что вроде нас давно для нашего плагина Стракча просили калькулируемые колонки. И тут у нас появилась своя калькулируемая, ну, калькулируемое какое-то значение. И ведет Стракча 4.0, в которой мы, наконец-то, это сделаем. Я не слышу аплодисментов. Да, вот видите, на прошлом знайтике был, собственно, забористый текст, именно грубый скрипта, тут мелким шлистом, еле-еле все влезло. Но здесь, да, остается только сама формула. Ничего больше, только сами числа. Ну, есть еще функции, которые там всякое округление, всякое, что было по красивым числам, но кто такое уже, украшатель. Вот, соответственно, мы получаем меньше текста, не нужно знать людям, да, какие-то языки программирования, ну, конкретно груби. Ну, и сделать это сможет уже любой пользователь. То есть, в принципе, любой пользователь, у которого установлен наш плагин, там, Project Manager или кто-то, просто заходит в плагин Structure, добавляет колоночку и пишет туда свою формулу. Естественно, в самом простом варианте эта формула может быть, там, не знаю, сложить и там поделить, и все. Но, видите, у нас так просто. У нас куча параметров, поэтому получилось тоже длинновато. Вот. Может быть, какие-то у вас есть вопросы? А, ну, давайте по одному. Все запретить. Все запретить? Не давайте им добавлять такие колонки. В смысле, в админке. Запретить, давай. Права. Ну, пока нету, но, хорошо, я запишу себе. Ольга, это боль очень большая. Слишком много народу начинает всякое добавлять, да? Да. У нас. Калькулятор пилки уже написано, грубим, мы сам пишем. У нас, ну, часто, когда ты реиндексируешь, очень много ошибок с этими скрипто-калькулируемыми по полям. Кстати, хотелось бы узнать, с рафик 4.0, эти будут ошибки повторяться? Ну, если у вас все еще продолжат быть калькулируемые колонны, калькулируемые поля, то да. Нет. А эта штука, смотрите, в чем разница? Это будет просто колонка, то есть, как бы, это не поле задачи, только штук, которая на штруктуре живет. Ее не надо интексировать. То есть, получается, это у вас на сцене фронт-энда просто рассчитывается, судя по логике, получается? Ну, нету, чтобы фронт-энда, но ничего тогда. Да, просто по средствам получается много чего. Понятно, спасибо. Вся конференция сходится. А может, отзыв пользователей отзывов? Да, я бы хотела от вас чего-нибудь такого слышать. Круто или не круто? Я не использую. Ну, что? Ничто. Ага, твои. Я как один голос платил. Ага, так, один голос платил. За ни одного, да? Все-таки, извиня, вещь, конечно, очень интересная. Я услышал, когда действительно идет какая-то приоритизация врача-боложески, ты там рассказал, да, вопрос о космосе делали, да, я уже чуть-чуть понял. А учитывается ли здесь сколько мы сможем, мы говорили, о marketability, да, сколько мы сможем заработать, благодаря реализовав эту фичу? То есть, сколько нам доходов? Конкретных чисел в плане, если мы сделаем эту фичу, мы заработаем 5 миллионов, у нас нашей формы нету, да, то есть, мы у себя добавляем просто пункт, да, как раз. И рассматриваем это все-таки тоже одна из приоритетирующих составляющих. Конечно, то, что пользуется не счет счастья, а счастье принесет нам в плане, как говорится... Ну, вот, как раз marketability, в плане мы можем так привлечь себе людей каких-то новых. Мы иногда в долларах не оцениваем, это скорее как бы просто факт, они придут, их вообще это должно заинтересовать, или нет? Ну, потому что, почему так? Смотрите, человек, оно такое существо, которое хорошо сравнивает, но плохо конкретные числа говорит. Поэтому мы стараемся, когда оценки какие-то даем для задачи, в том числе по этим параметрам, мы стараемся заставлять его сравнивать. То есть, у тебя была прошлая задачка, она там, ну, никак не взлетела, но мы знаем, что вот marketability было так себе, хотя мы думали, что он не будет высоко. Ну, вот, там было намного параметров, и они же все задают за руками. Опять же, а если бы было, там десятки тысяч задачи, то есть, того же story point, или там, priority security, задавать, все кучи, сколько-то, 6-7 параметров, в этом слове. Да, но смотрите, что получается, когда у вас происходит приоритизация как-то вот так, вы начинаете думать о том, что, ну, вот это, ну, ладно, я расскажу историю из нашей жизни, может быть, это кулуарное, что-то. В общем, да, у нас есть команда саппорта, в которой, естественно, пишут наши, ну, какие-то пользователи, и наш человек, который работает саппорте, он за пользователя очень болит, переживает, и там приходят, и каждая проблема, про которую говорит пользователь, она прям рана, печаль, и он очень хочет, чтобы ее, конечно, поправили. Да, всяческими путями пытается инжиниринг команду, ну, как бы, подвести к тому, что эту задачу очень надо сделать. Да, также там команда QA говорит, типа, ну, вот мы тут нашли баги, они там все супер важные. Да, то есть каждый начинает, как бы, ну, как-то так сражаться. Да, кто, кто больше скажет, кто больше народу, в общем, поведет за собой, и так далее. Когда у вас есть какая-то такая оценка, у нас это просто поля при создании задач. Их можно не заполнять, но можно и заполнить, если вы хотите, чтобы ваша задачка куда-то поднималась по-честному в этом списке. И когда ты начинаешь их заполнять, есть такой эффект, что ты вдруг понимаешь, что, ну, как бы, вроде она супер важная, да, то есть это прям боль у вас максимальная у пользователя, но при этом такой пользователь один. Надо ли делать такую задачу? При том, что рядом есть задачки, в которых, ну, боль тоже большая, но при этом для гораздо большего количества людей. Или что-то, что привлечет там людей, да, для них, девушки. трудно говоря, это механизм, когда я хочу поднять свою задачу, я не индустрирую, а я как-то заполняю в ней поля. И она должна подняться в том. Ну, смотри, так просто подгадать и поднять. Не могу сказать, что мы не пробовали. И каждый раз, когда кто-то видит свою задачку, он, конечно, болеет за нее, такой, блин, что бы тут такое сделать, чтобы у него число было побольше. Но, как бы, эти параметры, опять же, видно всем. Когда ты видишь, что задачка, у которой, там, знаете, не знаю, полосочка какая-нибудь там у вас лишняя на экране появилась, и у нее стоит маркетабилити типа хай, ну, вы, в принципе, не сможете пару как бы продать, да, рекламировать, почему у него этот параметр появился. Сразу начинает быть видно, что произошло, кто накрутил этот параметр в истории, видно, и все, что с ним делать. То есть, играть так надо, его поднять в строй, чтобы опустить в чужую. Можно чужую, пускай, да. Спасибо. То есть, идея в том, что мы начинаем думать про задачку с разных, с разных сторон. Да, так же, как вот тут вы думали, не только о том, как долго эту задачку, например, делать, да, то есть, часто люди такие смотрят, ой, у меня долгая задачка, давайте начнем с нее, потому что, ну, как раз там где-нибудь, конус литерации, хотя бы одну задачку да сделали, хотя могли бы уместить, ну, в общем, две за это время. Да, то есть, идея в том, чтобы из наших задачек, ну, складывать их в правильном порядке, так, чтобы и побольше пользы приносить и поменьше времени тратить на рынок. Какой вопрос? По задаче оценивания, например, на работе параметра, числовой фор, да, то есть, риски, например, цифра, это же правильно, что у нас? Ну, цифра, если мы про нашу форму говорить, про этот мелкий шлист, ну, риски у нас так же, типа, это выпадающий долг-аун, короче, который можно выбрать, типа, высокие риски, средненькие риски или суперлысокие. Каждый риск, то есть, он всегда соответствует потом. Ну, который есть форму, да? Да. А насколько у вас флономизован каждый параметр? Значит, у вас в каждом параметре есть определенный обор, правильно? Он ограниченный диапазон, у вас есть параметры, где это еще? Да, да, не только 3 параметра. Как он написан в правильном порядке? Ты не видишь? Нет. Я думаю, что да, тут нет шансов увидеть. Ну да, у каждого параметра есть, ну там, 3-4 варианта, типа, low, medium, high. Ну, или нет. А там никак? Они, ты не видишь, там за хардкоженые? Там на самом деле за хардкоженые, да. Мы подбираем, пока есть параметры, вы понимаете, что тут совсем ничего не будет. там на 3-4 варианта компоненты. О, не подбираем. Вот, уже пригодилась формула. Да, у них есть веса. Что там? веса. Вы получаете, то есть, что когда задача, когда вы даете наилитетность, дает сам автор, а когда он продуктован, то вдруг, когда вы даете автор, он за своей длительной задачей, готовит, что-то выгибает, смотрит, а потом продуктован, почему он... Вопрос в том, что продукт-онору, да, он тратит время не то, чтобы положить в нужное место свою задачку, типа просто сравнивая с соседними, а он думает про конкретно эту задачу, да, то есть он открывает ее, смотрит, блин, что-то чуваки тут считают, что это такая супер рискованная штука, почему? Ну, то есть дальше он просто сам меняет все реалитеты. Ну, он идет, спрашивает у того автора, почему он так решил, спрашивает у команды, это повод поговорить на планировании, например, ну или там, речность. Да, у нас такое бывает, бывает, что мы просто в комментариях переписываемся, типа, а что это тут, хай? Ну, чаще, конечно, подходят просто друг к другу, ну, почему-то такая высокая или такая низкая, наоборот, звонка. Если вы делаете свой старт, даже в спринтах, пересматриваете где-то, кто-то, кому-то, что-то. Ну, при старте спринта самая легкая возможность, как бы, обнаружить, да, так у нас обычно продукт-онор следит за активностью с ремонтом в джире, да, что нового появилось, и как-то расставляет. Вот, но так, когда мы на планировании все собираемся, мы просто сортируем по вот этому параметру и смотрим с самыми высокими. Если ты видишь задачку с супервысоким вот этим параметром, но она какая-то, что-то как-то подозрительно, она сюда попала, в топ, мы начинаем вместе думать, типа, правда ли, она правда там должна быть. Ну, то есть, такой повод обсудить. Слушай, а если, ты, как говоришь, две задачи в топе, и третья, ну, вот в самом низу, и вот эти все три причины, они суммарно дают какой-то вот хороший функционал, который вот без вот этой третьей ненужной причины как отдельная задача не имеет смысла. Как это вы так разделили все задачи, что у вас две задачки без третьей ненужной? Ну, по идее. Исторически сложилось, обычно говоря. Ну, по идее, сложно привести пример, но вот такие идеи, если точно было, то есть, грубо говоря, вот это надо, это надо, но если будет еще вот это, то очень круто. Ну, смотри, тут мы возвращаемся вот сюда же, да, то есть, каждый раз, когда ты берешь какую-то маленькую задачку, она может быть реально быстрой, ну, приносить там кучу всякого, а может приносить совсем чуть-чуть, но ее еще и делать долгое. Хорошо, ладно, давайте перейдем к другой пример. Две задачи А и Д, а топе, да? Ага. Ну, и сделали, и тогда задача С идет сразу же в топ, потому что она комплексом завершает это все. Но сама задача С – никто. Ну, по идее, можем... И вот есть смысл, вы делаете все задачи в один спин, ну, например, три, понимая, что если мы делаем задачу А и Д, то С как бы будет войдет от топ. Ну, у нас обычно немножко вот так, видимо, задачи записываются, то есть мы делаем историю, вот это что-то такое законченное, что сразу приносит там пользу нашему, пользу нашему. Я понимаю, в этом смысле лично всего сделать, что задача С, она обладает этим другим задачам, и должна быть сделать то, что с 20 тысяч задачами именем высокие, показать счастье. Ну, например, да. То есть это, ну, конечно. Вещи в самом деле работают, старый бой, перейдемки, какой-то начальник, ребята, старачи, как делай, ну-бер, 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 ну-бер. Ну, кстати, у нас реально вот эта штука заставила людей, ну, начинать задумываться, зачем они задачи свои пропихивают. То есть я несколько раз видела, когда вот как раз мальчик из саппорта берет такую задачку, что-то пишет-пишет, там вроде она, ну, такая прям суперважная у нее стоит, там, приоритет, типа, там, блокер, а потом смотришь по числам, там, типа, ну, 20, что он честно сам себе спросил, зачем это нужно, много ли количество людей, кому это будет нужно, много ли более, и оказалось, что на самом деле нет. Ну, а так вот, сам узнал. Так, как же, да, мы его заставляем ответить на эти вопросы. А у вас обязательно не порядок? Нет, не обязательно. Ну, все или частично? Их можно оставлять пустыми, ну, то есть, по примеру, если ты бенефита, ну, каким-то багом, да, какой-то ошибкой, в принципе, не приносишь, естественно, бенефит у него можно, ну, пустой ставить. Нет, ну, это, по-моему, это было много, вот уже оценили, ну, я понимаю, как минимум, идут по суду, но оценивают вот эти вот эти, там, параметры. Потом вы взяли сплит задачи, реализовали, переоценка по блогу, в какой момент у вас ходит? Вы требуете переоценки, или задатель сам должен актуализировать, в принципе, в том числе, в том числе, время переоценила? Ну, вообще, на самом деле, к старым задачкам, я, наверное, сходу даже и не припомню, чтобы кто-то сильно часто возвращался. То есть, по сути, каждый раз, когда мы приходим на планирование, ну, мы же видим актуальную информацию прямо на сейчас. То есть, если за это время создались задачки более важные, они поднимаются в топ, да, если, ну, ничего более важного не появилось из того момента, то мы, как бы, следующий кучей. И траться две недели. Ну, бывает, что за это время кто-то придумал суперклевую фичу, или там что-то, я не знаю, в саппорте случилось, что-то появилось суперважное, нужное. То есть, то, что из саппорта может приедет и спросить, что вообще по-настоящему, 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 это может такое быть, да? Ну, может, да, но на следующий кучей. То есть, там, блогер вообще, если у кого-нибудь. Вот, как раз, видите, мы выходим от понятия блогер. Ну, то есть, даже если оно, как бы, плохая штуковина, но только, там, для одного человека, и у нее есть еще и воркараунд, то, как бы, ну, можно сделать что-то такое. Ну, когда как. Можем что-то придумать. Да, пейнг. Пейнг, да, будет высокий. Может, еще какие-то вопросы? Все-таки, а какой процент, вот, действительно, все-таки, вот, на текущий момент у вас летает вот из саппорта по отношению к новым причинам? То есть, тебе 50-50 или саппорта вообще 80 приводит? Я бы сказала, большая часть, это, ну, наши задачки. Из саппорта это проценты, там, 30-20. Ну, то есть, большая часть обращений в саппорт, если в процессном соотношении смотреть, это когда люди не могут в правильное место вставить лицензию. А тогда можно использовать эту схему? На самом деле, мы в прошлом году стали партнерами из Кейперджайл, стали вот с этой штукой себе разбираться, и, в общем, тут же такие, мы же такие клевые, мы можем и свою формулу придумать, все где-то в районе ноября, наверное, случилось. Ну, самая большая проблема была, это что делать с теми задачами, которые уже записаны. Ну, а как их, надо же, каждую задачу пройти, их-то много тысяч, что-то с ними делать. Ну, то есть, в какой-то момент все, как бы, весели и трезво смотрели на свои задачи, и на задачу друг друга. Вот это было достаточно, так вот, было непоневольно, и до сих пор мы у всех проставили. Как вы были? Что еще раз? Ну, то, что у вас задача, в итоге, не правильно была, и мне надо в том, чтобы из-за того, что использовали систему, сделали какую-то ненужную задачу, или упустили нужную... Или не взяли какую-то нужную задачу. Ну, вот это, да, конечно, такой вопрос. Ну, так вот, чтобы она, вот, именно, бросалась в глаза, не то, что там, но пусть не, вот, понятно, что большое. Каждого года бывает. Я вам скажу, у нас была, как бы, такая большая наша проблема, это любовь, где трать вот эти задачи. Которые такие долгие, но зато такие прям клевые. Потом оказывалось, что клевые они, там, для пяти человек. И мы от этой штуки избавились сейчас. Вот это нам очень сильно помогло. Мы перестали смотреть на какие-то огромные задачи, которые, ну, такие, черт знает еще, взлетит или нет. Мы теперь предпочитаем маленькие, быстрые, которые больше, ну, больше людям нужны. Ага, на вид. Ну, у меня вот связан вопрос, если вы работаете по этой семье с теми, если можно, например, сделать такую статистику по-моему, как блок из ваших располаганных веса. С одной стороны, это то, что будет использоваться. Я для пациента, который, на самом деле, ну, за это никогда не может участвовать. В общем, в случае, на его адвокат оценивание, но... Пользователям всегда все блоки, естественно. Много случаев. Хорошо. Но мы можем предпочитировать веса. Если это, ну, собирать эти статистику, как были прям задачи, как были продисплены, то есть, во-первых, у вас же оценили прибыль, для того, чтобы делать прибыль, можно как-то дать, и их взвешивать. То есть, организовать какую-то ученую самообучающуюся систему. Это клевая идея. Мы такого не делаем. Ну, то есть, сейчас мы особо... То есть, как бы, грубо говоря, мы эту штуку используем только для того, чтобы... Это клевая идея.